Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Родители уже моего мужа сначала очень хорошо ко мне относились. После начала непосредственной подготовки к свадьбе начали вставать в позу. Все не то, все не так. Нужно на свадьбе собираться родную, выпивать. К слову, мы изначально решили, что будут только родители. Его родители восприняли такое решение в штыке. По итогу потом промолчали, приняли как есть, финансовое их участие не предполагалось. Уже выбрали заведение, забронировали, а неким заведением не были довольны, так как это не решение идти на отдавление со стороны меня и моих родных. Мы объездили весь город. Он им это сказал. За неделю до свадьбы я попал в больницу. Было решение отменить ресторан вовсе, либо сделать после поездки в отпуск. В итоге его отец напивается за среди дня до свадьбы, звонит и говорит ему кучу гадостей. Вроде мы дали тебе образование, ты нам должен, чтобы вас обеспечивать, я впакивал, а ты вот так. Все взаимоотношения выстраиваются на алкоголе, не иначе и прочее. В итоге большая трещина везде. Потом сообщение от бабушки мужа, где было мнение, что моим родителям нельзя выдать меня замуж, что я его выгоню из своего жилья и т.п. Что меня, естественно, обидело. Напрямую мне никто ничего не высказывал. Да и изначально со мной как-то общаться не пытались, даже начиная с простого знакомства, меня с его родителями, которые переносили сразу три. Если не больше, и затянулось на месяц. Мне обидно. Мышь пытается сидеть на двух стылях, говорит, может попробовать начать общаться, если бы никакую, говорю, меня обидели, я должна инициативу проявлять. Такого не будет. Его родные не считают себя неправильными, мы их тоже. В итоге, как постраивать отношения? Нет желания с ними общаться, после этого мы с ним прочь, но с ними дальше общаться он не намерен. Ой, намерен. Намерен. Общаться с ними дальше он намерен. Ну, собственно, здесь про что? А что ваше сообщение? А ваше сообщение, оно про какую-то боль, вот, от того, что происходит. Ваше сообщение, оно про какую-то уязвимость от того, что происходит. Ваше сообщение, оно про, знаете, как будто бы во много раз перенесённые требования, на других людей к себе. То есть, вот, все эти обиды, все эти надежды на то, как будут вести себя люди. По отношению к вам, это история про то, что вы требуете от себя. Вот, то есть, эта история именно про, ну, вот, про такие, точнее, постоянные, можно сказать, требования к самой себе. Очень большие, очень, такие, знаете, доминирующие и так далее. То есть, ну, как-то вот, нет сомнения в том, что, вот, постоянно вы находитесь, знаете, вот, в таком, ну, напряжении, вот, постоянно вы находитесь с таким вот, как будто бы чувством, знаете, какой-то угрозы, где, вот, может быть, даже контроль какой-то имеет место быть и так далее. Вот так это ощущается. То есть, ощущается, вот эта вот боль такая ваша, ну, практически, вот, практически, ну, я бы сказал, на постоянной основе, вот, и ваше сообщение, оно, как мне кажется, вот, в большей степени про это. И, вот, противоречие, да, и квинтэссенция того, о чем я говорю, наверное, квинтэссенции того, о чем я говорю, мне представляется следующее. Обижены вы на людей, ну, в смысле, вот, поступили люди, не знаю, как-то не так, как вы, вот, хотели, рассчитывали и так далее, да? Ну, поступили люди так, вот, ну, вот, вот так они поступили. Вот. Поступили они, как вам не нравится, поступили они, как-то вот, плохо по отношению к вам, как вы, как вы считаете, да? И, все равно, все равно, несмотря на это, вы себя, как будто бы, заставляете с ними общаться, выстраивать отношения. Ну, если, вот, если вы считаете, что люди, да, ваши, ну, ценности нарушают, да, если вы считаете, что люди, как-то вот, ну, расходятся с вами. Ну, на взглядах, ну, окей, это, это значит, что, ну, не ваши люди, вам не попытаться, ну, казалось бы, вот. То есть, для людей, например, ценим, там, культура алкоголя, да, допустим, для вас, нет. Для людей, там, не знаю, ценно, там, ну, вот, такое времяпровождение, да, для вас, нет. Ну, и, казалось бы, все понятно. Зачем, как бы, ну, ну, зачем мучить себя? Казалось бы, зачем? А вы себя, вот, в том-то и делаете, что мучаете, вы говорите, что, ну, вот, мне не нравится, да, вот, как вот, ну, как это все происходит, мне не нравится. Ну, вот, ну, мне не нравится, как они себя, как они себя ведут, мне не нравится. Но я буду все равно, значит, там, вот, что-то требовать, я буду все равно чего-то ожидать, я буду все равно, там, не знаю, на чем-то настаивать и так далее. Вот так вот, неуважительно вы относитесь к себе. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с какой-то историей, историей о том, что люди, ну, не соответствуют, да, вот, ну, не соответствуют, как это. Вот так вот, тому, что, ну, тому, что вы, например, хотели бы, да, люди не соответствуют, тому, что вы считаете правильным и так далее, например. Ну, вот, когда это происходит, то вы не просто, вы не просто сталкиваетесь, ну, вот, вот, с расхождением, ну, во взглядах, вот, вы еще сталкиваетесь с уязвимостью определенной. То есть вы сейчас сталкиваетесь, как бы, вот, со своей болью, вот, то есть мне больно, мне больно, что, ну, вот, что ситуация, вот, она, вот, складывается так. Мне больно, что люди, вот, они, вот, ну, ведут себя, ведут себя, вот, так, как они себя ведут. Вот. Как бы говорите вы в этом, ну, в этом, в этом, в этом, в этом контексте, ну, в этом контексте. То есть вы заметили, какая ваша внутренняя боль. Связана она с уязвимостью в первую очередь. Ну, вашей, собственно, уязвимостью связана она в первую очередь. Ну, вот, в первую очередь связана она с вашей неуверенностью в себе, с недоверием к себе, со страхами, вот, вот, с другими, ну, с другими чувствами, да, с другими эмоциями, которые вы, вероятно, вот, ну, оставляете в туне, то есть не выражаете и так далее. Ну, вот, отсюда и, собственно, все вот эти вот вещи, как мне кажется, по крайней мере, и, ну, появляетесь, вот. Поэтому вы слишком скованы, вы слишком зажаты в рамках вот своих требований, вот, и слишком, ну, в этом смысле, слишком зависите, как бы, от поведения других людей. То есть с другим людям очень легко на вас повлиять, вот. Там еще вы женитесь, вы женились, точнее, уже на своем молодом человеке, на своем мужем. Вот. Вы живете с ним, вы не живете с родителями. И, в общем-то, мало ли, кто, ну, кто чего хочет от вас, мало ли, кто чего хочет от вашего мужа и так далее. Вот. Вот. Главное, куда вы идете, главное, чего вы хотите. Вот. Это, это вопрос личных границ. Ваших. Ваших личных границ, да. Вот. Они у вас, вот, ну, ваши личные границы, да. Они, к сожалению, вот, у вас, ну, как мне кажется, довольно слабенькие. Очень, очень легко, очень, как мне опять же, кажется, их наручить. Вот. А, достаточно, просто, ну, достаточно, вот, просто, как-то, вот, ну, поступить, да. А, как ты вас чем-то обвинять? Ну, вот, говорят, там, люди, да, говорит бабочка, что-то. Ну, наши свои страхи, они свои страхи выражают. Вот. Она о своих страхах говорит. Понимаете? Она не виновата, что она боится. Она даже не понимает, что она боится. Скорее всего. А вас, вы, вас это задевает. И вас не должно это не задевать, вы. Понимаете правильно? Дело не в том, чтобы не чувствовать себя, дело в том, чтобы не запрещать себя, дело в том, чтобы, ну, не бороться с этим. А вы, на данный момент боретесь с этим, боретесь с этими людьми, которые живут в своем мире, в своей реальности. воюете внутренне с ними. Даже если, вот, не делаете, ну, не делаете этого открыто, да, даже если не делаете этого открыто, в страну вы боретесь. Почему боретесь? Потому что вам это угрожает. Ну, вам они угрожают. Чем они вам угрожают? Угрожают как ваши сеансы. Может быть, вы... Ну, может быть. Может быть. Может быть. Вы хотите быть хорошим. Хорошим. Может быть. Может быть, вот, вы хотите быть хорошим. И, каждая такая ситуация, да, она вот, ну, она вас, как-то вот, отдаляет от этой идеи, да, отдаляет от идеи того, что вы можете быть хорошим для этих людей. Ну, либо больно от этого. Ну, так, окей, вы, может, может быть, вы станете хорошим для этих людей. А может быть, нет. Может быть, у вас получится быть хорошим для этих людей. А может быть, нет. И, вот, как бы, момент заключается в том, чтобы не посвящать отношения с вами, чтобы быть собой. Чтобы, да, испытывать, испытывать на самом деле, на самом деле испытывать неприятные чувства от того, что какие-то, ну, конфликты происходят. Потому что, это нормально, что, ну, что, нам больно, когда мы находимся, ну, вот, в, как он сказал, ну, в каких-то конфликтах, нам больно, это нормально, что нам больно. Но вы, вы пытаетесь это подавить, вы пытаетесь выработать какую-то структуру, вы пытаетесь, вы пытаетесь обвинить этих, ну, этих людей. Ну, вот. Обвинив их, вам не станет легче. Не станет легче. Как? Вам нужно будет просто, снова и снова продолжать их обвинять, чтобы сохранить свое целостное. Теперь, б, вы не замечаете, в этом, ну, себя. Но, правда заключается, правда заключается в том, как, ну, мне видится, что, люди, которые говорят, что, окей, ты нам, ну, ты нам не подходишь, да. А, делает вас свободным. А, вы, ну, больше этим людям ничего не должны, вы можете с ними, с ними не пересекаться. Вот. Всё. Вы свободны. Но этого не случается. И, помимо, вот, ну, помимо, а, такого, направления, да, помимо, вот, так, ну, помимо, а, взгляда на ситуацию, есть ещё и другие взгляды. Есть взгляд, как я уже сказал, а, вашей, а, личной боли. а, ну, ваших, а, а, чувств, а, переживаний, по поводу, этого всего. и, то, что вы говорите только о своей обиде, является, наверное, самой большой, про, ну, не проблемой, а бедой, я бы сказал, бедой. Потому что, а, дело не в обиде, вы можете испытывать обиду. а, дело в том, что, помимо неё, вот, помимо неё, а, там, а, там есть, что-то ещё, а вы ничего этого не понимаете, вы только в обиде, только делая что-то с обидой, вы можете, вот, а, ну, как, как-то, вот, проживать это всё. И, естественно, что вы будете, ну, культивировать это. Вам нужна обида, чтобы жить, вот, ну, как-то, вот, как-то, вот, какой-то жизни вам нужна обида. Если обида не будет, если обида не будет, то как, как вы будете, а, свои чувства понимать. Ну, на данный момент, обиды, это единственный способ, ну, оставаться, а, более-менее живой. К сожалению. но, это очень, такой, вредный способ, очень, такой, отравляющий способ, ну, да, потому, что он, вот, он, причиняет много, другого, дискомфорт, он очень тяжелый, этот способ, он очень, затратный, этот способ. этот способ. Вы можете, вы можете, а свой другой, но, смущательно, это сделать нельзя. Вот, только, ну, вот, Только с психологом вы можете это сделать, но самостоятельно вы просто опять вернетесь в привычное русло и в привычную модель мышления, привычную какую-то модель поведения и так далее, привычные паттерны поведения просто дадут себя знать. То есть просто посмотрите на то, куда вас ведет то, как вы реагируете, то, как вы выбираете реагировать на эти ситуации. Это ведет по сути к коалиции, по большому сути. То есть это ведет то, что я, говорящего, есть они, есть мы, есть враги, есть друзья. Да. Паттерны, да. Ну, как ты научишь, как ты научишь, как ты научишь, как ты научишься. Такому. Такому. Идалирование, так далее. Вот это все. И к вашему напряжению, к вашему, там, я не знаю, несчастью. Ну, вот такому, ну, такому попальному. Потому что человек, вот, если, ну, человек, если не делает, да, вот, ну, того, что, например, вы считаете, вот, что делать, то все это сразу, вот, вас, ну, повергает вот в такое состояние. Я имею ввиду, вот, ну, что, состояние, ну, такое, достаточно, ну, тяжелое, негативное, да, и так далее. Вас это, вас это, вас это, вас это определяет. Ну, мой, мой вопрос, мой вопрос, как раз, включается в том, а, почему вас это, почему вас это задевает? Почему? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обрядный связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует.